И Сына, и Святаго Духа. Мы часто с вами сталкиваемся с той ситуацией, когда думаем о том, кому надлежит оказать помощь. Как выбрать того достойного? Тот, который заслуживает настоящего внимания. И вот сегодня в апостольском послании мы с вами слышали, кто скупо пожнёт, кто скуда посеет, тот скупо и пожнёт. А кто посеет щедро, тот щедро пожнёт. И вот в сегодняшней сложившейся ситуации, когда нам вечно чего-то не хватает, мы можем немножко усомниться в этой ситуации, чуть-чуть не поверить. Но вот, чтобы нам ответить на нужный нам вопрос и задать его, нам нужно вспомнить, что было в Евангелии. А в Евангелии Христос просто говорит про чудо пяти хлебов, если мы с вами помним. Никто не мог поверить, что пяти хлебами можно было разделить и хватить на всех. А Господь не спрашивал апостолов, хватит ли кому, верят ли они в это. Он берёт и повелел, и сделалось. И пришли, и всем раздали. Вот это чудо и свершилось. Вот это Господь и повелел. И вот мы, прежде всего, когда думаем о том, кому помочь, должны не выбирать. Мы должны прежде всего знать о том, что милость Божия, она не имеет исключений. Когда мы просим о себе, о помощи своим близким, Он не выбирает, что тебе помогу, а твоему брату нет. У него недостойная просьба, он помогает всем. Вот по этому примеру мы должны так же и поступать. Когда считаем нужным, или мы должны находить нужным для того, чтобы оказать помощь ближним. Сегодня опять-таки в апостольском чтении, я обращу ваше внимание, было сказано следующее. Как мы можем быть благодарными Богу? Мы всегда задаемся этим вопросом. И апостол просто отвечает. Устами Господа сказано следующее. Возблагодарить можно всё очень просто. Добрыми своими делами. Как правило, мы пытаемся нести какие-то дары, но это же и Богу принадлежит. Всё, что в этом мире есть, и какие от этого могут быть дары, какое-то может быть, скажем, полное благодарение Богу. И Бог отвечает. Только благими поступками. Благодарность может быть всеспета и полностью отдана Богу. Господи, приложи нас силой, уразумение своего святого писания, и чтобы мы имели всегда возможность и были крепки в этом, чтобы помочь ближним. Аминь. Спасибо.